И всем привет! Привет! С вами Низиралс. И мы продолжаем играть в террарио. Довольно много времени прошло с момента последней записи. Я там в основном за кадром играл. Вот эту всю область полностью прочистил от искажений, то есть от крымзона. Видите? Просто вообще всё просветило таким образом. Такую перегородку сделал. Потому что тут цветы земли идут. Хотя на самом деле это не перегородка, сейчас я вам покажу. Что это из себя по факту представляет. Науч. И у нас вот такая вот железная дорога. Ведущая прямо к храму джунглей. Собственно, вот так вот быстро мы с вами передвигаемся по ней. 102 мили в час. И вот мы приехали. Кстати, сейчас какой-нибудь Лишард на нас нападёт. И я вам покажу сколько мы Лишардов тут убиты уже. Кстати, я ещё один алтарь принёс. Я в другой мир ходил, вот этот кирпич и добывал. Чтобы самую дорогу строить. Вот видите? 1480 Лишардов убиты уже. На этом мире. Это рекорд по убитым молам. Ну и 700 этих летучих змей. Такс. Ну, собственно, здесь нам сейчас делать особо больше нечего. А, ну, собственно, давайте я вам покажу ещё кое-что. Так. Ну, тут видите, я просто такой огромной площадь. Больше, чем весь храм джунглей. Вычистил от всех блоков. Вот здесь пока в этой части ещё ничего не построил себе. Ну, вот там вот. Потихонечку хочу сделать ферму этих трюфельных червей. Вот видите, потихонечку начинает распространяться. Ну, вот, всего два семечка у меня было, поэтому он так медленно распространяется. Ну, вот здесь я буду трюфельных червей ловить когда-нибудь. Очередная карта. Ещё одна карта. Что-то не похоже на редкий дроп, конечно. Вот, членочного видения. Ну, собственно, вот здесь я буду, надеюсь, буду фармить трюфельных червей когда-нибудь. Потому что в чистом виде их фармить у меня вообще не получается. Ну, а строил я из гранита, потому что, ну, здесь пока что вот это первое время я себе гранита фармил. Вот это вот. У меня там уже больше тысячи блоков этих есть. Хороший блок строительный. Так. Вот на нашу гранитку мы довольно быстро пересекаем эту площадь. А вообще основная остановка у нас как раз таки вот здесь же. Где и путь в комнату Кримзона. Там же я решил сделать и путь в храм джунглей. Ну, собственно, храм джунглей я сам все немножко отреставрировал. Ха! У меня тут нет выхода. Я забыл закрыть и, соответственно, в то же время открыть эту штуку. Вот кнопку наконец-то починил. Да, вот такие тут растения появились. Там в зимнем берем еще одно, кстати, странное растение появилось. Я думаю, я их в своем мире вообще не найду никогда. Какие-то они довольно редкие, так замечу. Вот еще одно. Ну, менять с вами мы их будем потом. А, кстати, вот скелетик наш, черепок. Это вы могли, может быть, видеть бонусным эпизодом наше сражение с этим джунгвардом. Ну, как сражение. Тупо бойни с этой пушки, вортекс биттер. Я сделал бесконечный боезапас самых слабеньких вот этих мушкетных пулек. Там просто четыре пачки пуль. Ну, то есть, 3996 пуль. Это из самых слабых на магическом шаре превращается в вот этот бесконечный предмет. Так. Вот на этом вот шаре магическом. На дракон у нас вот этот есть. Очень хороший помощник. Вот я думаю, сейчас именно с его помощью мы будем кое-что делать. Как вы видите, башен у нас, вот видите, только одна осталась. Да, и вот, кстати. И вот, сначала будем очень долго готовиться. Я, кстати, показываю вам вот этот. Или нет? Декоратор. Я, собственно, вообще не помню, что было в последней серии, честно скажу. Надо было посмотреть на самом-то деле. Ну, раз иначе так, значит так. Чего уж поделаешь. Так. В первую очередь берем зелье. Так. Зелья пускай будет. Не знаю вообще зачем. Но все же пускай будет. Так. Ну, это тоже пускай будет. Опять же не знаю зачем, но опять же пускай будет. Так. Мне вообще нужны зелья на уменьшение урона и на увеличение защиты. Так. 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 И еще одно сияющее зелье. Так. Так. Зелье есть. Ладно. Смотрим новое. Ммм. Ну, кстати, вот это надо с собой забрать. Так. Мне нужен деблун наш. На цвет так называемый. Где он там. Я постоянно теряю где у меня он лежит. Вот что значит. Какой-то строил склад и не рассчитал будущее размера. То есть вот это нам тоже понадобится. Версающий корень. Так. 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 Ну, где-то здесь же он был. А вот он. Где-то все-таки в растения положил. А, да. Вот, кстати, видите. 35 батареек для вызова голема. Ну, собственно, пока... Я просто тут немножко ровнял территорию. То есть, ну, видите, подравнивал эти места. Всякие уголки. И то я его не закончил. То есть вот здесь. Вот еще вот такими ресиврационными работами в храме занимался. И мой вот этот дракон просто защищал весь данжен. Я обалдел. От того, когда... Где у меня там? Такс. Сколько? А, вот. 20 баннеров этих Лизардов. Еще кучу баннеров я повесил в самом данжене. Ну, чтобы против них эффект был хороший. В общем, обалдеть можно. От этого всего. Ну, я, кстати, хожу с глазом голема. Хотя, не знаю, по сути, нужно оно мне вообще или нет. Или лучше, например, вот это поставить себе. В общем, ко всем этим бонус дает. А, кстати, у нас есть немножко денег. Этот говлин у нас есть здесь. Да, просто у нас несколько раз убивали. Я эту морозную луну немного фармил, куда-то пушку выбивал. Удивительно, но мне она выпала сразу. Какая? Такс. Где там что-то? А, я хотел куда-то перековать. Нет, нет. Да, вот это. Хороший. Самая лучшая зачарка, вроде как. Так. Так. Давайте его полностью сбросим. Удивительно дракончика. Увеличиваю его размер. Вот он 78 дамага наносит. Такс, кстати. Этот небесный камень. Ну, мы его скрафтили. Ну, я его скрафтил из солнечного камня, который выпал из голема. А, все, куча таких. И лунный камень, по-моему, то ли с оборотня, по-моему. Или во время солнечного затмения с кого-то. Хм, хорошее, кстати, зачарование. Ну, критический шанс нам, на самом деле, не особо нужен. Так. А вот, а так он, например, регенерацию жизни дает. Небольшую совсем. Но все равно. Так. 19 крит-шанса. А с этим 27. Ну, понятное дело, что этот нам крит-шанс больше дает. Он сумел 14 критического шанса дает нам. Так. А, я, собственно, хотел пойти готовить зелье. Идем вот сюда. Ой. Окил сбил. Ладно. Не беда. Такс. На. Да, еще один вот этот ключ джунглей выбил. И куда-то я еще положил в свинью, кажется. Давайте заглянем. Так. Это куда-то делось. В общем, я выбил еще один ключ этого. И ключ еще один Кремзона. То есть, по сути, они нам уже не нужны. Но. Факт в том, что они у нас есть. Так. Сейчас я буду основательно готовить к этой битве. А. Эти хреновые свинья, которые мне нужны. Вот эти фрагменты. Все. Я, кстати, крюк тоже сделал из этих фрагментов. Так. Давайте отключим. Эту штуку. Так вот. Оп. Такой вот крюк с четырьмя делениями. Собственно, на каждую стихию. Хороший крюк. Еще и светится в темноте. Так, эти странные растения. Потом будем разбираться. Собственно, всю ерунду надо убрать отсюда. Босса все-таки мы должны с вами забить. А. Я хотел. Железная руда. Несколько штучек взять. Пускай так будет. Рыба у нас есть еще. Да. Три штуки. Мало, конечно. А, кстати говоря же. Да. Я не понял. Или это здесь делается. А, да, это здесь, смотрите, делается. Хм. Это даже работает на шанс... Ну, на то, что... Шанс работает на то, что мы не потратим вот эти ингредиенты. Вот это вообще шикарная вещь. Очень дорогие. Дорогой для меня крафт, на самом деле. Хотя, на самом деле, с этой штукой я даже заметил, что не настолько уже дорогой. О, семь сделали из трех рыбок. Вот нам повезло, кстати говоря. На десять руды восемнадцать сделали. Давайте это даже немножко сделаем. Такс. Что нам в битве нужно? Это нам не нужно? То есть нам, в принципе, тоже не нужно? Так, вот этих москитов янтарей я из Desert Fossil. А, я, по-моему, вместе с вами тогда их получил. Я просто уже не помню, что когда было. Вот это, честно сказать, я просто задолбался. Вычищать? Что это такое? А, это. Ну, вот здесь вычищать смысла нет. Он все равно расходится. А вот сюда идти, здесь еще учить, я, в принципе, особо не мог из-за вот этой башни. Кстати, она как-то по землю ушла. Так, потом долбится все. Не знаю, кто долбится. Так, ладно, что нам еще нужно? Надо сейчас подготовиться просто основатель. Огненный клинок есть. Так, эта штука не нужна. Так, стрелятельное оружие тоже есть. Пускай тоже будет. Посох у нас есть. Вот я некромантский свиток оставил. Чисто для того, чтобы вот этот дракончик наш по... Ну, побольше размером был. И урона это, по-моему, побольше будет. А, гид. У нас же гид рядом. Давайте. Там еще можно дракончик усилить. Где-то. А, да я. Что я делаю? Мне нужно зелье призывателя сделать. Summoner Potion, как он там называется. И как он там вообще выглядит, я не знаю. А вот. Вариджейтед лартфиш и мунглоу. Нам нужен лартфиш. У нас он был. Две штуки всего. Ну, хотя бы две штуки позволят нам сделать нашего дракончика помощнее. На 12 минут в сумме. А, и мунглоу нужен. Plants. Plants. Мунглоуги. А вы серьезные, да? И тут-то его нет. Так. Еще среди хлама тогда разного. У меня мунглоу тоже был, в принципе. Это точно знаю. Ну, или сейчас дождемся ночи и соберем. Понятно. Быстрее будет дождаться ночи и собрать. То есть просто подойти и собрать. Так. Ну, дракон просто карает. Я вам скажу. Так. По секрету скажу. Только, естественно, никому не говорите, что я знаю, что дракон карает. Так. Ну, было бы, на самом деле, тут не очень в тему. Ну, хотя как-то с другой стороны и наплевать. А, нет, надо повыше подняться. Ой. Не так высоко. А, у меня этих рыб много было. Мне показалось, у меня их две было. У них там двадцать с чем-то было видно. Как-то они меня удивили. Я вроде помню, что у них было какое-то количество. Наверное, вы там знатно поугарались с того, как я сказал, что у меня есть две, а их там двадцать с лишним. Ну, что ж, бывает. Он только, точнее даже зомби и то, всего лишь, какой там девятисотый. Так. Что мне еще нужно? Здесь, в принципе, ничего. Так. Артефакты. Все нужные поставил. Основной урон у нас наносит наш дракон. По восемьдесят пять магического урона. Это, видимо, с вот этим бафом. Вот с этим вот бафом. Двадцать пять, а если... Так. А, нет. Смотрите, даже не влияет. А. Хм. Тогда отчего? Да ладно. Неважное, скажу так. По секрету. В общем, в принципе, готово. Я думаю. К попытке выступить против босса. Отправляемся. Нам нужно раздолбить башню. Так, еще раз проверим. А, давайте. Давайте. Фрагменты все сбросим. Разве что не губу можно оставить, потому что мы сейчас все собирать будем. Угу. Зелье есть. А. Пускай. Ну съедим. что она нам не место не занимала или хорошо с летающих тарелок падает которые с моей вот этой базой который кстати говоря хорошо на самом деле защищена к моему удивлению это вот эти тарелки с этой базы разносится просто на ура а я еще не пробовал чтобы летающую тарелку этот дракон сожрал и не представляю как что с тарелкой будет когда если и другом будет жрать что он тогда я помню очень быстро разнес все что там было так нужно сейчас получить как можно меньше урона башни вот она естественно пока что пользуюсь вампирскими ножами да чтоб тебя так не то это плохо все пошло скажу по секрету со стороны в принципе можно будет немножко подарить нет вот так банку использовать хотя нас как-то разносит очень я вам скажу секретов сильно ты забыл одну что и так не пошла не настолько сильным были ну да я чувствую еще даже перемотать время не смогу дать им устройство которое сам стоит бабу вас чтобы взять и мотать время сипом не стреляет сейчас мы звук стоит теперь из трех так вот это хреновый час не сработает да жаль давайте покажу вам нашу арену для борьбы с этим боссом собственно вот так по этой арене мы будем кружить туда-сюда при необходимости или при желании можно будет спрыгнуть на остров к медсестре только я думаю на этот раз и все-таки воспользуюсь этой функцией чтобы можно было к ней быстро подойти в пусть и подлечиться и свалить такс так где бошня можно прямо под нами такс ага беда полная босс на нас готовится к приближению так еще удлинием дракона сработала из 4 смены сегмент стоит раздавил так я боюсь часть в движении смогу еще прыгать на вагонетке чтобы уклониться ты вот так так карту отдаляем куда тактиль ты в телепортируешься как дракон то там его жрешь вообще а дракон дракон ты чего жри бяку плохой демон смотрите-ка центрального жрет так ух ты не зову лечиться беда так такс 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 Как же солнечный затмений вообще в тему? Ха-ха-ха! Не достал. Я могу с него вампириться, если я не дам ему себя тронуть этой хреновиной. Наус. Опа, один глаз уже вылетел. Даркон, ешь его. Ах ты, гад калеченько присосалось таки. Так, у центра сколько там? Опа, порта. Так, к несчастью я не могу одновременно с ним, то есть одной день со своим драконом отколоть одну и ту же часть Монуорда. Так. Уф. Это было близко. Серьезно. Так. Баф, которых у нас не хватает. Второй глаз что ли тоже вылезет? О, здоровый Верн, как же я рад тебя видеть. Ну, собственно, чё я ножами кидаюсь, если я не могу курьенец от них. Они, смотрите, ко второй глаз ещё на месте. Так. Опа. Опа. Так. Ну, Виверна. Я, конечно, рад тебя видеть, не спорю. О, отлично. По мне что-то попало на 33 урона и защитил меня от уронов от сотни. Такс. Ну, ты там будешь открываться, а? Так, центр Монуорда почти разбит. Залетаем при каждом удобном случае. Так. Опять бафы исчезли. Частично. Уфуфу. Так. Рана подлечился. Есть. Это что такое? Это журдичи не начался второй этап. Ау, теперь начался, кстати. Самая сложная, собственно, началась. Я там по нему не знаю, попадаю, нет? Вот. Мои самовладящиеся выстрелы должны попадать. Эти взрывающиеся, которые... ... Сколько? 75 тысяч. Обалдеть можно. Успокойся уже. Такс. Виверну ошпарим немного. Клинок вообще за два удара выжигает виверну. Так, где? Он что-то ко мне не телепортировался. А. Вот так надо сделать. Свернутое виверно было. Е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е. Так. Опа! И отдаляемся от него снова. Пускай вот все-таки уравна... Может и мало понаносим? Главное, что работает! Главное его убить Убивать Я тебя убью, гад Убью, гад Разберу Расшлению нахрен Кусок ты Кусок ты подлеца Опа, я слишком близко к нему встал Так, не буду к Митисури идти Так вот, уже когда туда буду лететь Уже стоит к ней подойти Так, я попадаю хоть, нет? Монуорда, че? Скажи, к секрету Урон идет, кстати Ты где? Нет, 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 нет Берем максимальную скорость Ес Ес Повержен Спасибо тебе, Эмма Узнала бы ты Как-то меня выручил Я Это Сделал Чтоб его Подобрал Е-хо А Так, можно, собственно Отключать Ой, не то Так Что мне дали О, источник света у нас Вот такой вот крутой есть Маска Монуорда Странно смотрится Террариан Уху-ху-ху Как Там здорово, но она из Туронто Дракон, погоди, дай мне хоть Какой-нибудь Гарфи убить Попасть Да что Тебе, дракон Не угарен до мной О-о-о-о Вот это урол Так Этот меч просто Вообще Ни в какое сравнение не годится Так Ой, порталган Э-э-э-э Откуда? Э-э-эм А как второй ставить? Ммм У Португана же вроде должно быть два режима, нет? Ммм Чтоб мне подсказывать, что я что-то делаю не так Так Монуорда Заваля просто тут конечно явно не без помощи медсестры чем может быть без ее помощи я как-нибудь справился бы например разогнавшись до максимума на этой железной дороге круги наворачиваю пока мне регензия ли идет ну так люминит кстати говоря дракон я сейчас давай защищайка люминитовый слиток вот здесь немного конечно слитков я случайно звезду уничтожил текс такс теперь сколько на это на 8 816 моё 34 против 32 шлем 24 эти 20 против ну в принципе лучше по всем параметрам не спорят так 17 процентов увеличен критический шанс конечно определенно стоило бы это все сделать но боюсь мне нужно еще дома норд для этого убить знаете а давайте рискнем теперь я буду даже стукни уже обалдеть так где там моя вот это оставлю пожалуй вместо давайте вместо щита нам только защиту дает то что на вагонетке нам нас так и так минут а так давайте посмотрим что эта штука будет делать 2 и и теперь через противовесами то есть я думаю мунорду сейчас будет немножко конец если я вот так вот не пойду так давайте выпьем так зелье у нас еще есть вот не все конечно я так полагаю текс а погодите нужно убрать что-то так вот эти зелья мне не нужны это меня это мне не нужно это не нужно алюминиевые слитки не нужны с собой это меч тоже не нужен и вот этой штукой и убить вообще сердито вещь на самом деле а сначала погодите надо домой телепортироваться активировать эту штуку еще немножко усилить нашего дракончика нажать кнопочку бит то есть баф и использовать призыв босса а у меня собственно время есть значит зря я так на кнопочку бить нажал блин я уж подумал снова виверна на меня катится ну вообще я чувствую урон у него обалденный будет наконец-то мы будем пользоваться ее доложили я опять подумал что это виверна причем именно почему ты думаешь что это виверна на гарпе я она не думал а вот это настоящая виверна так где ты мой сердитый босс сумрак сгущается вокруг нас больно да мне надо центрально сначала развалить явно неплохо урон кстати идет надо заметить я же могу так оставлять след и когда поглаз будет попадать я буду это замечать что это не то что я планировал такс ага я все таки расслабляться не будем так уж сильно забыл а вот когда у нас будет его броня уже тогда я дам ему бой без помощи медсестры попробую по крайней мере опа у моих дон разлился кстати что-то мне быстро так урона снес чем много такс теперь собственно так делаем вливаю в него опа отлично что-то что меня ударил дал мне неуязвимость так ждем а они собственно наводятся на врага поэтому а вот так сделать а рано рано вот я так сделал центральный будешь открывать так и расслабляться рано если мы победили не значит что он для вас вообще не страшен страшно еще как я скажу вам по секрету так так раз можно подтормаживать уже начинать и 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 еще знал только чуть меньше расслабляться конечно глуповатый так немножко помер слитки ну конечно 22 слитка не много явно скажу по секрету а у меня автопауза стоит ничего не могу пройти никуда ну конечно вот эта сетка очень классно было бы сделать но не все в принципе одинаковое количество требует а кстати этот же сет я да я не смогу сделать еще и по показателю что у меня не хватит на него предметов давайте так и сделаем слетаем быстрее как данжена и попробуем этой штукой посражаться с фанатиком но все равно нужно будет заново башни разрешать то что на еще одну призывалку босса мне не хватит да и собственно самих фрагментов мне тоже на броню же надо иметь сами фрагменты поэтому в любом случае еще один раз точно разрушать набор башен такс сейчас долетим я думаю битвы не будет очень долгой разнесет сейчас этого умника только так это можно выпить что там еще тоже можно выпить пьют пока только то что у меня чего у меня много и и сколько этих идиот моих огоньков я думаю сейчас фанатик вообще просто разорвет на куски ой куда я они же там должны быть так куда о как его разносит а главный же он ну да фанатик ты уже не представляешь себя ровно счет ничего особенно ты где башни ухты она прямо надо мной и у моих как-то я думаю не всегда на одной высоте исполнится еще на разных высотах появляется просто так провожу и сразу такая цепь атака идет теперь даже чувствую башни фармить будет легче скорее всего башни буду разрешать снова за кадром потому что какой интерес убить 150 мобов не выходя с мира я понял одно из условий что нужно 150 мобов подряд убить иначе щит закрывается при перезаходе на мир можно сказать я технически один раз сам специальным не специально именно чисто проверил это вообще шикарно и и скажу вам по секрету по сути это думаю даже вот эти набалдашники к нему не нужны что основной урон наносит именно эти фрагменты которые он выпускает защита башни с этим уже визуально ослабо по моему а я хочу кстати один раз удавить вот эту башню разрушил вместе с вами для того чтобы но я вам показал как выглядит и и разрушение ну то есть и разрушение щита точнее что и щиты прямо здесь но прям и при ней и на все речи не разбивал и обычно бил бил их потом просто ходил проверять но снова отходил от башни места какие-то более удобные были подальше я думаю сейчас недолго будем набивать этих мобов если вот так сильно кружить и башни просто спаунит этих мобов ой да вот если собственно так летаем вокруг башни что она нам точнее вот эти умники на уровне не наносили а особенно чтобы нам по нам королевы эти чужие королевы не попадали опа ой куда ж ты так стреляешь ты по мне не старается держаться от меня на одном расстоянии примерно да чтоб вас не успел я так быстро реагировать да кстати защита мне кажется вообще такая слабенькая стала на башне ну из-за что мы уже кучу мобов убили а чтоб тебе чтоб же ж тебе опа да вообще уже совсем никакая защита у нее опа опа и вот а вот собственно как она и разваливается летаем вокруг нее урон я вообще просто влетает как бешеный куда опа мне место нет нет этот баннер не нужен не бог так сказать фрагмент выпало с ней так ну собственно с остальными башня разговор будет примерно такой же сути текс увеличим длительность увеличением нашего размера на течение нашего наркони так здесь вот эта башня вообще легко сейчас будет развалить с таким уроном что она нам сейчас будет спаунить эти звездные клетки старт целый а и по ним урон просто точнее их много летает очень как-то быстро я в общем разрушу думаю и конечно и тут и по мне урон середине идет самое главное со всех сторон на это башня уже буду умирать но думаю на этом серии закончу я я в следующей серии думаю с вами еще раз убьем монлорда я все таки хочу его броньку точнее вот эту огненную бронь оп 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 ассимилируем у нас собственно на этом серии я заканчиваю я благодарю вас за внимание вставлять свои комментарии до новых встреч в следующих видео